Скандальный арест российских граждан в Белоруссии оказался провокацией украинских спецслужб. Об этом пишет Комсомольская правда, подчеркивая, операция была тщательно спланирована. И цель, очевидно, подорвать российско-белорусские отношения. В новых данных уже разбирается Следственный комитет. Подробности громкой истории у Виктора Прокушева. Решивших подзаработать на охране за рубежом россиян использовали, что называется, в темную. Источник Комсомолки в компетентном ведомстве рассказал, что все началось с подставного сайта для трудоустройства, где набирали людей с боевым опытом. На кандидатов с сирийского номера телефона выходил некий Сергей Петрович, который опрашивал соискателей работы относительно наличия боевого опыта, делая акцент на их участие в боевых действиях на Донбассе. Сергей Петрович представился высокопоставленным сотрудником частной военной компании, что, разумеется, было вымыслом. Он набирал группу для поездки в Ливию, затем якобы скончался, и уже собранной команде предложили отправиться в Венесуэлу по маршруту Москва, Минск, Стамбул, Гавана, Каракас. Это оказалось ловушкой. Организацией выезда группы в Беларусь занималось лицо, которое представлялось как Самарина Лариса Николаевна, якобы представитель компании «Роснефть» в Стамбуле. На самом деле Самарина – это виртуальное лицо, но кто стоит за этими данными, мы уже установили, как, кстати, и Сергей Петрович. Выезжая в столицу Белоруссии, люди не подозревали, что билеты уже перенесли на другую дату, а затем и вовсе аннулировали. Однако следы замести не удалось, и они привели в Киев. Билеты на выезд группы из Минска в Стамбул, как нам недостоверно установлено, были приобретены 13 июля в представительстве авиакомпании «Турецкие авиалинии» в Киеве через Украинское туристическое агентство. Следы, соответствующие, остались в системе бронирования. Вот официальное сообщение турецкой авиакомпании, которое полностью это подтверждает. Отметки, свидетельствующие, что билеты были куплены на Украине, сохранились в базах данных. Сим-карты, с которых велись переговоры, оказались виртуальными, а договоры о найме, печати и подписи – подделкой. Но нашим спецслужбам удалось установить действующих лиц этой постановки и их мотивы. Целью данной спецоперации украинских спецслужб, как мы полагаем, являлся вывод граждан России на территорию Белоруссии и формирование у белорусской стороны мнения о том, что прибыли они в Минск для участия в массовых беспорядках в период президентских выборов. То, что это была операция спецслужб Украины, косвенно подтвердил и президент Белоруссии в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Нас украинцы предупредили, что через границу южную проникла еще одна группа операций. Украинцы предупредили? Украинцы, да, спецслужбы Украины. Мы сейчас их ищем по всей Белоруссии. Я, правда, не очень верю, что действительно там 30 человек пересекли границу. Мы бы уже их обнаружили, если, конечно, они не ушли в Россию там или обратно в Украину, не вернулись. Можно предположить, что информация от украинских спецслужб доходила до белорусской стороны в усеченном и выгодном Киеву виде. Очевидная цель операции – удар по российско-белорусским отношениям. Однако еще не поздно исправить ситуацию. И недавнее обращение Александра Лукашенко к гражданам тому подтверждение. Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Белоруссии или в России. Это непреодолимый фактор. Это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяло на партнерские. Все материалы по этому делу уже переданы в Следственный комитет, который должен дать процессуальную оценку этой провокации. Виктор Прокушев, ТВ-центр.